Музыка Музыка Получаются вот такие вот рукавчики в 3D формате. Когда мы будем раскладывать шерсть на этих рукавчиках, нужно будет вот здесь по краю кромочку сделать. Прямо по вот этим всем изгибам проложить такую кромочку, чтобы она стянула все это. И тогда у меня вот здесь вот будет стянуто, будет форма держаться, а здесь будет расходиться. И я хочу воспользоваться вот именно вот этими объемами, для того, чтобы у меня тут красиво были выделены фрагменты декора. Вот здесь вот будет объемно, а вот здесь будет уже нормальный ровный рукавчик. Немножечко здесь надо будет применить творчество, чтобы нам облегчить работу. Я уже здесь вот приспособила. Сейчас покажу, как я сделала. Я беру мою сетку и оборачиваю вокруг вот этой вот детальки, которую мне нужно здесь отрезать. Вот смотрите, очень просто. И закалываю с этой стороны, закалываю. Потом смотрю, чтобы здесь был немножечко запас, чтобы я его приваляла. И вот закалываю с этой стороны в натяжечку. И где-то тут вот посрединке еще заколоть, чтобы оно хорошо огибало мой шаблончик и не сдвигалось ни в какую сторону. Теперь я его раскладываю. Вот, с одной стороны. Ну, во-первых, с краю тут сразу отрезаю. Здесь могу вот так вот, чтобы оно не топорщилось, просто его отрезать. И вот тут вот отрезаю край. А здесь я отрезаю вот тоже, чтобы здесь оно был небольшой запас, чтобы привалять его к рукаву. И потом по краю отрезаю по шаблону. То же самое я сделаю с этим. А потом я просто приложу вот так вот, выкраю. И там, где мне нужно, я просто сделаю вот такие вот разрезы. И протяну туда этот шаблончик. Вот и вся хитрость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу обратить ваше внимание, что когда вы делаете два рукава, вот здесь вот передняя пройма, и там задняя пройма, они разные. Это нужно учитывать. Вот вы, когда вырезаете уже вот основу, плодите всегда рядом два рукава, чтобы вы могли видеть, что именно это левый и правый рукава. Чтобы не получилось, что вы сделали на одну сторону, а потом вы не сможете это исправить из-за вот этой вот маленькой штучки. Для работы, для того, чтобы сделать декор, я буду использовать те же материалы, которые использовала для жилетки. вот эта ниточка. Я ее предварительно уже разделила на две части, поскольку вот она состоит из двух скрученных нитей между собой. И каждая нить еще состоит из скрученной такой вот травки. И я взяла, разделила эти нити пополам и распушила эту травку. И буду пользоваться этим как декором. И потом я еще взяла вот такие вот нити. Это меланжевые нити, которые я использовала в моей жилетке и в маках. И, конечно же, я буду еще использовать вот такое волокно льна. Мне еще понадобятся шнурочки, чтобы можно было сделать застежки. Эти шнурочки я буду делать по такому же принципу, по которому я делала завязочки, поясочек, но только в основу этих шнурочков я проложу тоненькую ниточку прочную, которая не растягивается. И рядом положу шерстяную ниточку, за которую зацепится эта шерсть, в которую я оберну вот эти две веревочки, чтобы сделать такие застежку шерстяную. Ну и вискозой покрою, чтобы она не разлохмачивалась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь я приступаю к обычной раскладке. Раскладка у меня будет вся диагональная. И только вот здесь вот у меня будет такой достаточно широкий поясочек кромочки через все мои шаблоны и по кругу, прямо вот по кругу. На основном стягиваться должно вот здесь вот, а здесь уже будет просто кромочка поменьше. Вот где у меня декор, где у меня должно быть стягивание, там будет широкая вот такая полоска, а дальше вот здесь вот, где это будет подмышкой, ну вот где это уже будет на уровне груди, здесь уже будет просто кромочка, тоненькая кромочка. положу вот такие вот тоненькие пасмочки сюда у меня же будет здесь раскладка вот тут вот линеечка такая которая будет кромочку создавать а дальше все полотно будет в раскладке елочка и сейчас кладу сюда шаблончик и теперь продолжаем раскладку здесь у меня уже как я уже сказала начинается расширение вот этой кромочке поэтому параллельные вот эти линеечки здесь у меня пошире и дальше здесь это все будет диагональная раскладка и да вот я это и делаю одновременно я формирую вот эту кромочку каким образом я вот этими тупыми кончиками прикасаюсь к краю вот этой горизонтальной полосочке и таким образом кромочка фиксируется здесь у меня вот я иду вот кромочка у меня идет таким образом как идет мой шаблончик вот я и прокладываю и прямую полосочку и я соблюдаю вот эту вот раскладку перекрестная такая раскладка которая везде ли будет эластичная она будет растягиваться во все стороны сразу же буду пользоваться блокираторами вот здесь вот у меня я могу положить вот так вот блокиратор чтобы мне было проще потом переворачивать все это вместе но я вот так вот и положу как идет у меня этот шаблончик вот в данном случае пока что он у меня в развернутом виде но по ходу вот переворачивания мне этот блокиратор упростит мое действие вот и приятно она вот и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На одном рукаве я уже разложила этот декор И теперь мне нужно точно так же разложить на втором рукаве Лучше всего декор делать параллельно, если у вас есть такая возможность Ну вот я делаю это не параллельно, но я имею такую возможность смотреть Смотрите, у меня здесь лежат вот такие вот веревочки, которые я уже заготовила Когда я декорировала этот рукав, я приготовила весь декор для двух рукавов одинаковый Чтобы у меня были одинаково длинные веревочки, одинаковые детали для декорирования И вот сейчас я этим пользуюсь Вот это место, это в самом верху рукава Вот тут вот А здесь получается у меня самая широкая часть Вот я кладу эти веревочки, вот они у меня Кладу тут на таком расстоянии, на котором здесь Закладываю этот декор Одна веревочка и вторая веревочка Вот такое вот расстояние И теперь здесь, вот здесь вот у меня будет вот эта вот часть Я беру те веревочки, которые я приготовила Скручиваю так, как они у меня были там Между собой И делаю такой же декор, как я делала на том рукаве Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю волокон Добавляю волокон И вот эти ниточки Мне надо теперь положить Так как они должны быть здесь Я меняю блокиратор Чтобы здесь у меня ничего не смешалось И теперь закладываю здесь Я их довожу сюда Они здесь у меня встречаются Я все уже здесь разложила Теперь у меня осталась только серединка Вот эта вот передняя часть Которую нужно задекорировать Чтобы мне ее задекорировать Мне нужно ее разложить Так вот, чтобы она легла ровненько Вот эта вот часть мне нужна И вот эта часть Вот я это сейчас буду делать У меня здесь слегка привалена Поэтому мне уже не страшно Что она тут где-то сильно отцепится И я его аккуратно разворачиваю Чтобы у меня вот эта вот боковая часть Оказалась там, где мне нужно с ней работать Здесь мне нужно работать Поэтому я вот тут вот Сразу перекладываю Чтобы не запутаться Я могу просто взять Вот так вот Заложить Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 так как я хотела вот посмотрите какое чудо видеть застежки все как я хотела я хочу теперь немножечко подкорректировать длину потому что они вот так вот у меня а я хочу чтобы было вот так вот здесь будет застежка я захочу это расстегнул захочу застегну и здесь вот пусть у меня будет слегка вот так вот пошире ну в общем единственное что мне осталось делать это подогнать по моей длине немножечко еще посадить в длину они длинноваты все остальное меня очень устраивает в общем я еще раз сейчас на мылю и подтяну и все и мои рукава превратят мою жилетку в прекрасную джемпер я вам покажу как это сделать джемпер я вам покажу как это сделать джемпер я вам покажу как это сделать шкаф Субтитры создавал DimaTorzok Вот посмотрите, уже готовы эти рукавчики Вот они какие чудесные получились Вот зачем нужен 3D формат Чтобы все вот это можно было сделать Прямо на шаблоне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok